Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все монеты. Друзья, сегодня у нас на обзоре монета СССР 3 копейки 1949 года. Данный номинал этого года имеет свои разновидности и, соответственно, цены. 3 копейки чеканки 1949 года имеет 6 разновидностей. Друзья, самые распространенные варианты оцениваются они очень дорого, около 40-50 центов. Более редкие экземпляры на аукционах достигают 5 долларов, но есть и два раритета. Стоимость первого с наиболее редким вариантом штемпеля Аверса колеблется в районе 200 долларов. Но самый дорогой трехкопеечник этого года это перепутка с лицевой стороной от 20-копеечного номинала 1948 года. И цена на сегодняшний день составляет 2000 долларов США. Разменная трехкопеечная монета выпуска 1949 года по оформлению Аверса относится к типу монет 1948-1956 года. В течение всего этого периода 3 копейки чеканились штемпелем для Аверса образца 1948 года с 16-ю витками ленты в гербе. В 1949 году разновидности образовались из-за мелких различий в оформлении именно лицевой стороны. Реверс во всех случаях одинаков. Для определения вариантов и коллекционной ценности трехкопеечника данного года следует изучать исключительно ее гербовую сторону. После рекордного тиража в первый год новой серии, когда было выпущено более 130 миллионов экземпляров, в 1949 объемы чеканки резко упали до 30 миллионов штук. Тем не менее, сейчас эти трехкопеечники 1949 года встречаются довольно часто. Надо лишь правильно определить их разновидность и ценность. Аверс первой разновидности отличается четкой прорисовкой сетки координат и солнцем без венчика. Штамп 1.2 Нижний конец буквы R на этом варианте штемпеля находится на одном уровне с верхним кончиком литеры S в аббревиатуре СССР. А средние буквы, две буквы S, в ней же приспущены вниз и не касаются срезов стебли. Выходящих снизу из-под связывающей ленты. Стоимость такого трехкопеечника около 5 долларов. У второй разновидности сетка земного шара также имеет четкую прорисовку. Но солнце уже с венчиком. Это штамп 2. Буквы S СССР здесь несколько отодвинуты от канта вверх. Но стеблей все же не касается. Еще одна отличительная черта данного варианта практически невидимые контуры материков. Цена этой трехкопеечной маятны в районе 6-7 долларов. Для третьей разновидности характерны окамеленные венчиком солнце и средние буквы S в аббревиатуре СРНСОВЕТА, который касается срезов стеблей колоссов. Штамп 3.1. Стоимость такой монеты около 40 центов. Четвертая разновидность является редкость. Солнце на ней венчика не имеет. А средние две буквы S максимально приподняты к гербу. Штамп 3.2. Этот трехкопеечный раритет оценивается в 200 долларов США. У пятой разновидности солнце опять без венчика. Но буква R в этом случае приспущена вниз так, что ее нижний конец оказывается ниже верхнего кончика третьей буквы S. Штамп 4.1. Плюс ленты на этом образце плоские, а стебли не касаются средних букв S. Стоит она порядка 30 центов США. Друзья, и наконец шестая разновидность, которая считается раритетной. Это перепутка Саверса от 20 копеек 1948 года. Для лицевой стороны этой ошибки, так сказать, характерна плоская звезда и опущенная буква R. Стоимость на сегодняшний день данного трехкопеечника выпуска 1949 года составляет 2000 долларов США. Уважаемые зрители, отключить штемпеля 1.2 и 2 от 3.1 и 3.2 можно по расстоянию между стеблями под связывающей лентой и средними буквами SS в СССР. На штемпелях первой пары эти элементы рисунка Аверса разведены друг от друга. Это очень хорошо просматривается на снимке слева. А для второй пары характерно соприкосновение срезов стеблей и литер под ними. Это просматривается справа. Чтобы разрешить штемпеля 1.2 и 2, необходимо присмотреться к контурам материков и обратить внимание на наличие или же отсутствие венчика на солнце. В обоих случаях линии меридиан и вертикали выполнены глубокими линиями. Но на первом варианте штемпеля материки имеют четкие контуры и солнце без венчика. Снимок слева. На втором различить материки практически невозможно, а венчик присутствует справа. Чтобы выделить в массе трехкопеечников 1949 года дорогой вариант со штемпелем 3.2 и не спутать его со штампом 3.1, достаточно присмотреться к очертаниям солнца на ней. Друзья, на обеих монетах буквы СС соприкасаются со стеблями колосьев. Однако на недорогом образце со штампа 3.1 венчик у солнца есть. Это очень хорошо видно на снимке слева. А на дорогостоящем, раритетном, со штампа 3.2 он отсутствует. Это тоже просматривается очень внимательно и хорошо на снимке справа. Уважаемые друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Поделитесь с друзьями этим обзором. Возможно, эта информация кому-то сейчас и очень пригодится. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Всего доброго, друзья!